Здарова народ, с вами Джейден, и сегодня я вам с новостями о глобальном неофициальном дополнении под названием Beyond Skyrim, Сиродил. Недавно они выкатили нам большой показательный ролик дневника разработчика, о том, на какой стадии находится их глобальный мод. Сразу стоит пояснить для всех зрителей, от больших до малых, чтобы всем было понятно, что происходит. Есть команда мододелов под названием Beyond Skyrim, вы могли их знать по вышедшему давным-давно дополнению Skyrim под названием Brooma. Так вот сейчас они показывают, что почти уже на финишной прямой, воссоздавая весь Сиродил. Не только кусок Brooma, по которому мы уже с вами бегали, а уже полноценный Сиродил, спустя 200 лет после четвертой части Древних Свитков. Не путайте, это не ремастеры, а продолжение. И тут важно тоже пояснить для неверующих зрителей, у команды Beyond Skyrim кредит доверия очень большой. Они еще ни разу не обещали то, что сразу бы не выпустили. По крайней мере, в один их проект мы с вами уже поиграли, он довольно неплох. Ну и конечно же не нужно сравнивать их с такими крупными сборщиками вододелов, как Skyblivion. Здесь текстуры намного меньше, ниже, хоть и выполнены тоже с нуля, но ради ускорения всего процесса они делают его не так уж искрупулезно, как Skyblivionцы. Но думаю, что по кадрам тут все видно. Диктор Биондов на фоне рассказывает на английском о разных районах Сиродила. В частности, Коловья. И сколько они уже сделали, и сколько всего стало завершить. По общей массе, только этот район даст вам 50 населенных пунктов, 81 пещеру, почти 3000 каких-то уникальных уголков и 140 плюс квестов, которые можно пройти. Даже если взять только 20 квестовых модов из всей общей массы, я думаю, что они будут интересны. Далее нам показывают Квач. И сколько всего они уже сделали в этом районе. Всевозможные интерьеры, как в доме, так и в открытых местах. Неписи, кстати, доделаны уже полностью с работающими квестами, которые дают эти же люди. А вот если брать весь район Квача целиком, не так уж сильно может похвастаться своей готовностью, но самое главное они сделали. Это добавление самого контента в эти места. Скинград. Этот город стоял в очереди после остальных городов на создание всего интерьера. Многое тоже завершилось, но остаются совсем незначительные потуги, которые нужно совершить. Для полноценного завершения Скинграда. Что касается всей обширной территории, тут уж тоже есть над чем поработать. Но квесты в открытой местности уже закончены. Что не скажешь о подземельях, которых остается завершить на территории Скинграда в всего трех уголках. Объем всего мода, конечно же, очень большой. Все, кто играли в Обливион, скорее всего, узнают родные места в Бьонси родили. Здесь просто слеплено все на низких текстурах Скорима и его движка. Работа все еще идет над такими территориями, как Коралл. И все близлежащие ей территории. Если вы, конечно же, вообще помните, где это место в оригинальном Обливионе. То же касается местности Санктор, в которой наверняка вы тоже уже были. Анвил и все живописные места. Были вообще там когда-нибудь, а? Весьма курортное место на самом деле. Советую съездить туда. Все это лишь половина всего Сиродила. Но для Калловии это очень большая и мощная работа, которая, по сути, уже сделана до конца. Но все эти усилия над работой в Калловии не означают, что процесс работы в Нибане, второй части Сиродила, застопорился. Брума, который туда уже входит, по сути, можно считать завершенной. Но есть еще пять регионов, которые нужно завершить. Над всеми этими местами тоже ведется работа, говорит нам диктор Бьондов. Если про все эти территории в общем говорить, то, так или иначе, по готовности, все они находятся на завершающей своей позиции. Учитывая, каким вышел у нас еще пять или даже шесть лет назад Брума от Бьондов, могу предположить, что качество текстур будет, по сути, ну таким же. Да, невысокое, как у Скайбливионцев, которые сразу же на высоких полигонах все-таки херачат. Но зато здесь преимущество это хорошая оптимизация, как у старого Скорима 11-го года. Поэтому даже на слабом ПК, который тянет оригинальную игру, данное дополнение должно идти без проблем. Далее диктор нам сообщает, что помимо визуального наполнения мира, работа естественно велась и ведется над всеми материальными предметами в игре. Это новая броня разного вида, которую мы уже должны знать за Блевиона. Новая вида оружия и прочее-прочее. Над всем этим тоже ведется работа. Также подытоживая, они сказали что-то про мам. Чтобы помочь воплотить этот проект в реальность, ты можешь распространить информацию и поделиться нашим проектом с другими. Если тебе или другим твоим знакомым это интересно, ты можешь научиться моддингу в университете Аркейн, где опытные мамы помогут тебе на твоем пути. Но я думаю, что они просто ищут умелых лепить текстуры мотоделов, которые к ним могут присоединиться, чтобы ускорить все вышепоказанные процессы их работы. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Играли ли вы дополнение Бруму, или может быть видели у меня геймплей данного мода? Если хотите следующим же роликом мини-прохождение и обзор мода Брумы, ставьте лайк и дайте мне знать об этом в комментариях. А и кстати, титры спонсоров Бусти в конце. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok